Всем доброе утро, друзья! Сегодня пятница, 11 марта. Это пятый масленичный день. И называется он тёщины вечерки или гостевой день. Как говорили в старину, хоть тёщины блинки и сладки, да тёщ угощает на масляную зятьки. На тёщины вечерки зятья угощают своих тёщ блинами. Приглашения бывают почётные, со всей роднёю к обеду или запросто на один ужин. В старину зять обязан был с вечера лично приглашать тёщу, а потом утром присылал нарядных взватых. И чем больше было взватых, тем тёще более оказывалось почестей. Но вот наша сегодняшняя тёща своим детьям решила напомнить о себе сама с экранов телевизоров. И как настоящая хозяйка на всякий случай со своими блинами к нам в студию «Хорошего настроения» пришла. Встречайте дважды золотая тёща города Бавруйска Татьяна Петровна Бабенко. Татьяна Петровна, доброе утро! Здравствуйте! Дважды тёща! Так, знаете, как дважды герой. Дважды золотая тёща. Дважды золотая тёща. Что это такое? Что значит быть дважды? Это по количеству детей или по количеству наград? Это по количеству наград. Так как это конкурс в городе проходит не первый год. Уже 13 лет в городе у нас. Ну и вот два года подряд я занимала первое место в «Золотая тёща». Скажите, а что это за конкурс такой? Как это стать «Золотой тёщей»? Я думаю, что многие тёщи хотят получить такой титул. А у нас немало участников. Всегда вот конкурс из 12-13 человек участвует. Это что, дитя должны характеристику написать? Нет. Там представление, в общем, о себе что-то рассказать, о своих детях. И потом, значит, конкурс. Что-то приготовить, что-то, значит, спеть обязательно, что-то стихи какие-то почитать или что-то такое творчество. Мне кажется, что этот конкурс должен уже выходить на республиканский масштаб. А там и на мировой всё-таки, да, тёща есть везде. Четверо детей, семеро внуков, две правнучки. Это всё про вас, правильно? Две невестки и два зятя ещё, ко всему прочему. Да. Расскажите о своей достаточно большой семье. Насколько часто вы встречаетесь все вместе? Какие семейные традиции почитаете, храните? Какие блюда семейные, может быть, есть у вас? У нас блюда, вот, блинчики, это как обычно. Ну и дети всегда, вот, внуки звонят, бабушка приготовит нам там. У нас есть ещё такое семейное блюдо, соломоны. А что это такое, соломоны? Это из куриной грудки, там ещё кое-что добавляется. Ну и, в общем, выпекаются такие, но только не через мясорубку, а только ножом. Ну а что касается других каких-то традиций, вы дружная семья? Конечно. У меня самым заводатором, можно сказать, является младшая дочь Екатерина. По её зову всегда собираются все. Моментом, как мурашечки всё приготовили, и приезжают, собираются ко мне. Давайте вспомним, мы не можем обойти эту тему, постоянные анекдоты и шутки насчёт отношений, да? Как вы относитесь к этим анекдотам, к шуткам, к прибаводкам? Любите ли вы их? Есть у вас любимые шутки? Я вообще-то отношусь очень так оптимистично к этим шуткам. Ну и сама иногда могу подшутить. С детьями отношения как складываются? С детьями у меня отношения все, мне кажется, прекрасные. А, конечно, вы же дипломированная тёща. Вообще признана. Тёща с диплом. Ну, вот можете ли вы дать совет потенциальным тёщам, или уже состоявшимся, как вот вести себя так, или что сделать, чтобы стать золотой любимой тёщей? В первую очередь не вмешиваться в их личные отношения. Вот это правильно. А ещё что? Обязательно ли, например, хорошо готовить и подчивать своего зятя чем-нибудь вкусным? А в этом плане это надо научить дочь, в первую очередь, чтобы дочь готовила так, как и я, и чтобы она уже своего мужа ублажала этими. Ну, вы ещё и поющая тёща. Да. И причём достаточно давно и профессионально. Ну, не профессионально, а я любитель. Я музыкальной даже школы не оканчивала. Но, тем не менее, вот у нас, допустим, есть справочная небольшая информация, что вы многократный лауреат международных конкурсов вокального искусства. Руководите бобруйским ветеранским коллективом «Ладушки» и поёте в ветеранском хоре «Соседи». Да, всё это вот в вашем багаже. Ну, зятья угощают тёщ сегодня, ну, а в среду в минувшую на лакомку, это был третий день масочной недели, встречали тёщи в гостях зятьёв и угощали мужей своих дочерей. Наверняка вы это сделали, но всё равно нам бы хотелось услышать. Есть ли какая-нибудь такая песня масляничная, может быть, интересная? Ой, зимушка, ой, зимушка, Немного ли снежка Несу блинов в корзиночку для милого зятька На белом полушалочке снежинки чуть видны Мы всех зовём, пожалуйте, к нам в гости на блины Зовём, пожалуйте, и к тёще на блины Хочу себе голос Что ж за зять-то не придёт на такое зазывное пение, в общем-то, на блины Вот я так полагаю, здесь, в принципе, обычные блины, просто вот испечённые как есть, да? А вот там таится какой-то секрет А там начинка, сыр, майонез и чеснок Ёр, неужели ты не попробуешь? Прямо сейчас, что ли? Ну, почему не? Ну, с удовольствием, но я хотел сначала поговорить не только о блинах, я хотел поговорить ещё и о тех самых произведениях искусства, не побоюсь этого слова Которые у нас, да, лежат перед блинами Татьяна Петровна, это всё в ваших рук делах Да И, насколько мы знаем, вы являетесь родственницей знаменитого художника Хруцкого Ну, именно, наверное, поэтому у вас есть вот такой вот талант Расскажите нам, пожалуйста, когда вам пришла эта идея в голову заниматься? Три года тому назад меня привёл в монастырь мой сын Там я купила первую иконку, которую я начала вышивать И после этого получила благословение у батюшки Теперь уже и матушка-ягуменья благословила меня на вышивку икон И я в монастыре вышиваю вот такую плащаницу, только очень большую Плащаницу Божьей Матери Это сейчас вы занимаетесь именно, да? Да, сейчас именно Ну, насколько я знаю, это плащаница достаточно большого размера Это целый габеллен, да? Да, прежде чем начинать, у меня есть молитва, которая именно перед началом вышивки икон Как вот доходите временность на это? Потому что наверняка вот та же самая икона Божьей Матери заняла у вас очень много времени Вот эта Жировицкая Богоматерь, ну, где-то месяц Месяц, да? Может быть, я вышивала Ежедневная работа, да? Ну, ежедневно, конечно Насколько нам известно, вы даже прямо сейчас после нашей с вами встречи отправитесь в Могилёв На выставку Выставка ваших работ, да? Да, 43 иконы будут выставлены То есть вот то, что сейчас здесь у нас, это вот маленькая часть того, что сделано уже вами, да? Да С ума сойти Выше-то у меня уже более 70 икон Но я, во-первых, я дарила всем своим детям Всем своим внукам, правнучкам, сёстрам, племянницам Поэтому осталось только 43 Татьяна Петровна, вот вы к нам пришли в таком наряде Ну, наверное, неспроста Вот что это за он? Расскажите И много каких-то наград у вас тоже есть Это белорусский национальный костюм Ну, с этой стороны у меня все лауреатские мои звания Здесь ветеран труда, почетный донор И вот потом я еще была удостоена чести встречаться с Валентиной Терешковой И от нее вот у меня знак Вы, на самом деле, сегодня показали какую-то недостижимую высоту для золотой тещи Какая должна быть в комплексе Мы, конечно же, верим, что все наши тещи золотые И что все они, безусловно, любят своих детьев Да и зитя любят своих тещ Более того, достойный пример настолько, вот правда, вот я восхищаюсь Вы горите желанием жить Используете жизненное время ярко, активно, здорово И для всех, конечно, очень приятно видеть это все Спасибо вам огромное, Татьяна Петровна, что нашли время Спасибо большое Спасибо вам за приглашение Ну, будем надеяться, это не заключительная наша встреча Вы еще обязательно к нам заглянете, когда станете трижды золотой тещи А мы в этом не сомневаемся Ну что, Юля, а теперь блины? Да, ты созрел Ну что ж, можно, да? Конечно Ну, поскольку у Юры есть свои вкусовые предпочтения, да Мы предложим ему эту тарешку На самом деле, мне просто очень понравились Поэтому я Юре отдам И эти Юр, я прокладываю путь к сердцу мужчины чужими руками Ну а пока напомню Пробуйте Юра пробует, а я напомню, что нашей сегодняшней гостью была золотая теща Дважды золотая теща города Бобруйск Татьяна Петровна Бабенко Мы еще раз благодарим ее за то, что она нашла время Спасибо большое Пока мне не добит рот Да Хотим пригласить вас еще обязательно, потому что у вас пройдет выставка Разумеется, вы завершите вашу работу над плащаницей И мы с удовольствием все это покажем Спасибо огромное Вам всего доброго А у нас новости